В определенном смысле Советский Союз во Второй мировой войне потерпел поражение. Национальная Россия выдержала, выстояла и одержала великую трагическую победу. В годы войны большевистская идеология отступила на второй план перед русскими традициями и символами. И так называемое единство советского народа разрушилось. И возникли определенные ножницы. И в этих ножницах и следует искать ответ на вопрос, со Сталином победили и только с ним могли это сделать, или же победили вопреки Сталину. Сталин был продуктом большевизма всего советского строя в целом. Как Сталин формировал систему, так и система формировала Сталина. Если вы принимаете советский строй, вам следует аплодировать и Сталину. И наоборот. В этом и состоит проблема «за» и «против». Одни прогрессы и магнитки были бы построены в любом случае и без Сталина, и не заключенными, а свободным и умелым русским народом. Особенно если бы историческое развитие России не прерывалось с Лениными и Свердловыми, если бы она не была разрушена до основания. Сталину пришлось восстанавливать ее с нуля. Ленинский период оставил одни развалины. Но прежде чем превратиться в вождя, Сталину необходимо было вырезать под корень всю Ленинскую гвардию. Это ему удалось. И за это ему спасибо. Но он и дальше продолжал действовать с топором в руках против собственного народа. Но в той конкретно исторической, социально-политической атмосфере не было и не могло быть альтернативы Сталину. Он и только он мог бы возглавить Советский Союз в годы Второй мировой войны. Субтитры создавал DimaTorzok О внезапном нападении гитлеровской Германии написаны многочисленные тома тенденциозных исследований. Сегодня поверить во внезапность уже невозможно. Неопровержимые факты свидетельствуют о том, что и Сталин, и руководимое им советское государство интенсивно готовились к войне именно с Германией. И судя по цифрам наличия танков, самолетов и орудий, готовились очень и очень успешно. Неизвестно, с чем советские историки сравнивали, называя свои танки и самолеты устаревшими, но сравнивать Красную Армию начала лета 1941 года необходимо прежде всего с будущим противником. А на фоне германских танков и самолетов советские устаревшими не выглядели. Можно вполне официально заявить, что Сталин очень хорошо подготовил Советский Союз к грядущей войне. Что же произошло 22 июня и в несколько последующих дней и недель лета 1941 года? Куда делось значительное превосходство Красной Армии в самолетах и танках? Нельзя даже утверждать, что их уничтожили немцы. В германских документах, например, число сбитых и уничтоженных на земле советских самолетов на порядок меньше. Неужели все это вооружение было просто брошено, не будучи даже разменено в боях, хотя бы в пропорции два к одному? Гитлер знал о численном превосходстве Красной Армии в танках и самолетах. Не очень ему хотелось и воевать на два фронта. На что же надеялся фюрер и ведомый им вермахт? Только на морально-политическую сумятицу внутри Советского Союза. На глиняные ноги этого вооруженного до зубов монстра. Фюрер был убежден, что народ воевать за большевизм и Сталина не захочет. Гитлер оказался прав, но ненадолго. Он не учел глубоких способностей товарища Сталина к перевоплощению. В августе 1939 года, вплоть до 19 августа 1939 года, было неизвестно, когда Риббентроп приедет в Москву. Из дипломатической переписки посольства Германской империи в Москве нам известно, что 19 августа между двумя и тремя часами состоялось секретное совещание в Кремле. Именно после этого совещания Молотов известил Шуленбурга о том, что советское руководство согласно принять Риббентропа 23 августа. Что это было за совещание? Почему сам факт проведения его более 50 лет отрицался советскими историками? Какую речь на этом совещании произнес Сталин? Почему за считанные часы позиция Молотова как главы, формального главы советского государства и правительства принципиально изменилась? Если Гитлер был врагом всего прогрессивного человечества, особенно врагом славянского мира, почему Советский Союз, вместо того, чтобы оказывать всевозможную реальную помощь, Франция и Великобритания в 41-й половине 41-го года оказывал посреднические услуги Германии в укреплении собственного военно-промышленного потенциала? Так что же произошло летом 1941 года? И почему к 22 августа 1941 года в германском плену оказалось полтора миллиона бойцов и командиров Красной Армии? А ведь ровно столько германские вооруженные силы взяли в плен в годы Первой мировой войны. Почему удар на Берлин последовал не в феврале 1945 года, а только в апреле? И почему была затеяна гонка за Берлин? В чем был ее смысл между армиями Конева и Жукова? Вот таких «почему» может набраться очень много, наверное, еще на один наш фильм. Но мне кажется, что если мы всерьез попытаемся подразмышлять над этими вопросами, мы получим ответ на вопрос, был ли Сталин полководцем. Чтобы не быть голословными, посмотрим, как советский вождь занимался подъемом и оснащением вооруженных сил. Лучше всего это можно увидеть на примере военно-воздушных сил. Можно без всякой иронии утверждать, что Сталин много, глубоко и внимательно занимался проблемами авиации. Помнил тактико-технические характеристики воздушных машин, выслушивал авиаконструкторов, лично знал многих выдающихся летчиков-испытателей. В общем, советских пилотов не случайно называли сталинскими соколами. Но вся эта кипучая деятельность вождя несла в себе все недуги советской системы. Большая часть известных талантливых авиаконструкторов была арестована. Еще раньше были уничтожены традиции российских конструкторских бюро. Накануне войны фактически разгромлено руководство военно-воздушных сил. Абсолютно невежественный Михаил Каганович руководил созданием новых типов самолетов. И сам Сталин всегда предпочитал количество к качеству, не понимая, что в авиации совсем другие законы. Когда вождь требовал строительства тысячи самолетов, новые модели, ему отвечали – есть. Хотя могли построить только сто, но собирали тысячу. И чем это кончалось? В глубокой и правдивой книге Марка Солонина «На мирно спящих аэродромах» приведены цифры за относительно благополучный военный 1944 год. Люфтваффе уничтожили 1750 советских самолетов всех видов. Это немного. Но еще 8685 машин потеряны в результате аварий и катастроф. Так может быть у товарища Сталина были основания, чтобы сразу после войны арестовать и сурово наказать наркома авиационной промышленности Алексея Шахурина и других работников отечественного авиапрома. Но ведь виноват по большому счету был сам Сталин до безумия, увлеченный цифрами производства истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Вспомним, что вплоть до весны 1941 года Сталин, по крайней мере, де юре, был всего лишь одним из секретарей ЦК ВКПБ. И других высших постов ни в государстве, ни в партии, ни в военной системе он не занимал. А вот после 22 июня 1941 года Сталин сосредоточил в своих руках уже не только фактическую, но и исчерпывающую номинальную власть. Незадолго до начала германской агрессии он сместил Молотова с поста председателя Совнаркома, сам встал во главе правительства. А 30 июня 1941 года возглавил высший и, подчеркнем, чрезвычайный властный орган в стране, который вошел в историю войны под названием Государственный комитет обороны, или ГКО, или ГОКО. Такая аббревиатура тоже в военные годы нередко употреблялась. В первые же дни и недели войны Сталин, помимо всего прочего, возглавил Ставку, стал верховным главнокомандующим и наркомом обороны. Задаваясь вопросом о том, почему это случилось, что подвигло Иосифа Сталина к такому неординарному и, в общем, для многих неожиданному решению, нужно высказать следующее предположение. Как ни думается, Сталин в трагические июньские дни 1941 года отчетливо сознавал, что поражение в этой войне будет не просто поражением Советского Союза, это будет и его личной безоговорочной катастрофой. И поэтому в этой ситуации, когда Сталин взвалил на свои плечи груз вот этой уже не только фактической, но и номинальной ответственности, он как-то не покажется странным на первый взгляд, мало чем рисковал, поскольку на карту было поставлено всё. Войну и первые неудачи Сталин встретил не дрогнув, надо отдать ему должное. В те июньские дни у него был тяжёлый приступ ангины. Сталин с трудом говорил и, возможно, по этой причине поручил 22 июня выступить по всесоюзному радио Вячеславу Молотову. Сталин понял и то, что молотовские классовые призывы к германским рабочим прозвучали глупо, не вдохновляюще. Позднее Хрущёв описывал растерянность Сталина в первую неделю войны, что оказалось неправдой. Достаточно заглянуть в дневник посетителей кремлёвского кабинета, а ведь Сталин активно работал в эти дни и на ближней даче. Нет, в растерянности или в трусости советский вождь замечен не был. Его воля и работоспособность летом и осенью 41-го года имели громадное значение. Его приходилось и думать, и решать самому, потому что рядом с диктатором стояли феноменально некомпетентные деятели. Ворошилов и Мехлис, Булганин и Хрущёв, Каганович и Маленков. Не случайно Сталин несколько раз с горечью говорил, что он стоит один. Но кто же его оставил в таком прискорбном одиночестве? Фронтовые катастрофы 41-го года не были случайными. Между властью и народом ещё существовала глубокая пропасть. В первые месяцы войны Сталин следует по привычному пути. Жёсткие методы обвинения генералов, расстрелы, трибуналы, репрессивные меры против членов семей военнослужащих указывают на лихорадочный поиск способов спасения из арсенала гражданской войны. Поначалу советский лидер ищет их не там, где они находятся на самом деле. Вводит практику беспощадной партизанской войны, которая до сих пор не изучена и не поняты её направленности и результаты. Сталин приказывает перейти к старой русской тактике выжженной земли, но в таких громадных масштабах пожаров и разрушений, что до ныне невозможно определить, где и что с лица земли снесли немцы, а где наши. Очевидно, что Сталин догадывался, что народ ещё не проникся желанием воевать, что такое количество сдавшихся в плен солдат не случайно. Он будет думать об этом и позднее, когда через год войны скажет американскому послу. Вы думаете, это они нас защищают с такой самоотверженностью и героизмом? Нет, это они сражаются за свою матушку Русь. В самом начале войны Советского Союза с гитлеровской Германией Сталин сделал один очень своевременный и психологически точно рассчитанный шаг. Он во всеуслышание объявил о том, что советско-германское противостояние обретает характер отечественной войны. На такой характер войны указывал целый ряд исторических фактов. Обращу внимание, допустим, на то, что Сталин уже с самого начала войны начал предпринимать попытки возродить офицерский корпус в Красной Армии. И пусть погоны были введены далеко не сразу, но очень скоро в военной лексике традиционное, привычное советскому слуху слово «краском» «красный командир» стало уступать место старорежимному термину «офицер». В этом же ряду находятся и указы об учреждении высших правительственных наград, орденов и медалей, которые носили имена славных, знаменитых русских полководцев и флотоводцев. С самого начала войны Сталин распорядился напрочь прекратить, пресечь, свернуть антицерковную пропаганду. Но, как только в войне произошел коренной перелом, когда участь нацизма, гитлеровского режима, стала для очень многих, в том числе и для Иосифа Сталина, очевидной и предрешенной, то братья и сестры, как назвал Сталин своих соотечественников в упомянутом выступлении по радио 3 июля 1941 года, незамедлительно опять превратились в бесправные винтики чудовищной, гигантской и жестокой государственной машины. Летом 1942 года, вспоминал писатель Валентин Пихуль, снова поднялась из-за лесовый болот именно мать Россия, поруганная и обесчищенная сначала нашими златоустыми подлецами, помешанными на путаниц ребус кроссвордов марксизма-ленинизма, а потом униженная и победами немцев. Никогда мы, русские, еще так не любили свое отечество. В этом размышлении скрывается истина, и нет там места полководцу Сталину. Но есть бессменный руководитель Советского Союза в годы Второй мировой войны, лидер не оставивший Москвы в октябре 1941 года, умело направивший патриотический взрыв сознания русского народа против внешнего врага. Но и преувеличивать до небес его вклад не стоит. Ведь после уроков 1941 года последовал еще более страшный год 1942, когда руководство войной было еще более бездарным, потери еще более нелепыми, наступательные операции контрудары неудачными. И говорить о мудром сталинскому руководстве, значит, и сегодня предавать тех погибших солдат 1942 года всех до одного. И если задуматься о том сложном времени, то ведь у русского патриотизма мог бы развиться тогда и антисоветский, антисталинский вектор. И невозможно представить себе, к чему бы тогда это могло привести. Год 1942 уже никак нельзя считать годом внезапности или каких-то неожиданностей войны. Но этот военный год принес еще большие катастрофы, и они должны быть полностью отнесены насчет советского военно-политического руководства и лично Сталина. Поражения под Харьковом и Керчью говорят о полном авантюризме и неумении извлекать уроки из трагедии. И зная всю эту незакономерность течения войны, правоверные сталинисты возводят Сталина в ранг гениального полководца. Но выявленный Кутузов, по их мнению, заманивал врага до самой Волги и Кавказа. И всегда один и тот же мощный аргумент в пользу гениальности – контрнаступление под Сталинградом и последующий перелом в войне. Мания сегодняшней секретности мешает нам рассмотреть, какое место занимала Сталинградская наступательная операция «Уран» в общих планах советского генерального штаба в ноябре 1942 года. Существовала еще одна таинственная операция, которая называлась «Марс». Ее проводили против Ржевско-Вяземского выступа немцев два фронта – Калининский и Западный. И они имели гораздо более мощную ударную группировку, чем под Сталинградом. И только громадные потери и полный крах операции «Марс» привел к тому, что центр тяжести был перенесен на Волгу. И не по этой ли причине миллионная немецкая армия на Кавказе не была окружена и уничтожена. Считается, что ее спасли стратегические таланты фельдмаршалов Манштейна и Клейста. Масштабная, сверхсекретная операция «Марс» ее не упоминает в мемуарах. Ни один советский военачальник является сегодня красноречивым символом как той истории войны, которая у нас создана, мнимой историей, так и претензий на роль гениального полководца. Во второй половине войны Сталин сделал для себя несколько важных выводов. Во-первых, у него появился стабильный круг надежных работников генерального штаба и командующих фронтами. Сама суровая действительность произвела отбор. Во-вторых, он стал им доверять. А при абсолютном влиянии Сталина на все принимаемые планы и эффективность руководства войсками значительно улучшилась. На международной арене авторитет Сталина за годы войны резко вырос. За спиной советского лидера ярким светом отсвечивали всполохи стойкости героизма и какой-то фаталистической, почти религиозной веры народа в неизбежную победу, хотя бы и любой ценой. Сталин сумел заставить себя уважать и Черчилля, и Рузвельта, и Деголя. На переговорах с ними Сталин всегда точно знал, чего он добивается и уверенно достигал своих целей. Лидеры союзников уважали Сталина в гораздо большей степени, чем Сталин уважал их. Это превосходство советского вождя неоднократно и с удивлением отмечал такой упорный политический прагматик, каким был британский премьер Уинстон Черчилль. Сталин оказался и автором нужной ему истории войны. Удивительно, но мы ее воспринимаем до сих пор по Сталину, а не по истине. Высокая академическая наука расписывает нам легенды о коварстве Гитлера, о неожиданном нападении или о единстве советского народа. И война у нас начинается 22 июня 1941 года, а не 17 сентября 1939 года. И война с Финляндией, зимняя война, у нас не является еще одним театром военных действий Второй мировой войны, а это всего лишь бои по освобождению финских трудящихся по просьбе законного правительства Отто Куусинена. И отечественная война не имеет у нас предела, хотя если такая была, то она закончилась освобождением советских земель в тогдашних границах. Стоит вспомнить о том, что заграничный поход русской императорской армии уже не являлся отечественной войной. Отечественная закончилась в славном 1812 году. Я уже не говорю о том, что словно под диктовку Сталина у нас написаны сотни воспоминаний маршалов и генералов с одинаковыми оценками и мнениями о важнейших событиях. Тем удивительнее поступок маршала Тимошенко, категорически отказавшегося писать мемуары, чтобы не врать. А то, что у нас и через 60 с лишним лет огромный объем важнейших документов о войне по-прежнему засекречен, как и повелел когда-то мудрый товарищ Сталин, чтобы и в веках остаться мудрым и гениальным, это прежде всего свидетельствует о том, что нас по-прежнему с завязанными глазами куда-то ведут и ведут. Сказали бы сразу – куда? В послевоенной суровой реальности Иосиф Виссарионович Сталин, как никто другой в Советском Союзе, понимал, какая беспощадная борьба за выживание предстоит теперь ему, победителю и победившему народу. Императорская Россия входила в пятерку самых развитых великих держав, была естественной в мировом сообществе. Советский Союз был явлением неестественным, и Сталин боялся сравнений советских достижений с уровнем жизни за рубежами. Поэтому так не кстати были у нас английские моряки в Мурманске и американские авиационные части под Полтавой и Миргородом. Вождю приходилось опасаться и увидевших Европу генералов, офицеров и солдат. Их надо было приструнить и поставить на место, а значит и побыстрее забыть об их победах, чтобы они зазнавались. День 9 мая при Сталине быстро перестал считаться праздничным. Морально-политическое положение страны было тяжелым. Экономика надорвана креном в сторону вооружений. Сельское хозяйство разрушено. После прекращения продовольственных поставок по Ленд-Лизу пришлось еще туже затянуть пояса. В Восточной Европе возникли коммунистические правительства, которые заставили Запад адекватно отреагировать на это выращивание берутов, готвальдов и ракоши. Сегодня, когда вооруженные силы НАТО находятся у границ России, вспомним, что именно политика нашего вождя в Восточной Европе заставила многих западных деятелей забыть о своих распрях и противоречиях и создать для противодействия коммунистическому влиянию военный блок. Итак, в период с 1930 по 1940 год в результате раскулачивания внутрикраевого переселения в Советском Союзе было депортировано из мест постоянного проживания около 4 миллионов крестьян. По оценкам ФСБ, которые сегодня опубликованы в сборнике трагедия советской деревни, от 1 миллиона 800 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч этих людей умерло в местах спецпереселения, спецпоселков, в условиях, которые были созданы для этого властью. Жертвами голода, который был организован сталинским политбюро в 1932-1933 году на Украине, на Дону, на Кубани, в Нижнем Поволжье, умерло минимально 6,5 миллионов человек. Жертвы Ежовщины подсчитаны до 1 человека. Это 1,5 миллиона человек, из них 650 тысяч были расстреляны. Еще около 330 тысяч было расстреляно в 1937-1938 годах в лагерях. И примерно около 50-100 тысяч человек были расстреляны органами ОГПУ, НКВД в первой половине 30-х годов. Таким образом, как ни крути, 10 миллионов к началу Второй мировой войны набирается. Прибавьте к этой цифре еще 30 миллионов жертв, которых понес русский народ в годы Второй мировой войны, и вы получите страшную цифру, которая, вероятно, объясняет то демографическое катастрофическое положение, которое сложилось в России к сегодняшнему дню. На 19-м съезде партии молчаливый и больной Сталин вдруг осознает, что ему не на кого будет оставить государство, что его подельники не способны даже понять те глубокие противоречия, которые угрожают уничтожить Советский Союз. О чем он думал? Жалел ли, что не стал священником? Или в очередной раз проклинал Гитлера, с которым они бы были непобедимы, как однажды Сталин с удивительной откровенностью сказал своим соратникам. Да, Гитлер его решающим образом подвел. Субтитры создавал DimaTorzok